Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, каждый из нас, начиная свою духовную жизнь, задает себе один очень важный и значимый вопрос. А с чего начать? И новоначальные люди задают себе этот вопрос, неоднократно подходя к верующим людям, интересуются, а с чего начать духовную жизнь? С посещения церкви, с принесения милостыни, с поставления свечи, с молитвы. А если с молитвы, то как молиться? И ответ мы находим в сегодняшнем евангельском чтении. Молиться нужно начинать со смирением. Каждый христианин, который помнит свои первые шаги в лоно православия, наверняка может вспомнить один очень знакомый для всех нас момент, когда мы приобретали или нам дарили молитвослов, мы открывали первую страницу и внимательно вчитывались в первые слова. Для нас то, что потом еще было совсем неизвестным, там много канонов, много тропарей, молитв, которых мы не знаем, мы еще думаем, никогда, наверное, не постигнем, но вот первую страничку, я думаю, помнят все из нас. Открывали и читали молитву мытаря. Прежде всякой молитве осени себя крестным знаменем и произнеси молитву мытаря. Боже, будь милостив ко мне грешному. Эта молитва очень короткая, доступная, понятная. И мы должны помнить, что Святая Церковь не случайно, как заботливая мать, положила эту молитву в начало всех молитвословий. Не происходит ничего в Церкви без этой молитвы. Ни священник не начинает литургии без этой молитвы. Даже всеношное и любое другое требное исполнение начинается с этой молитвы. Прежде всякого начала осеняем себя крестным знаменем и трижды произносим. Боже, будь милостив мне грешному. Женщины говорят грешный. И вот эта молитва оказывается не просто рекомендована Церковью. Эта молитва из Евангелия преподана нам в притче самим Господом нашим Иисусом Христом. Ее мы слышали сегодня, эту удивительную короткую притчу. Она занимает всего пять строк, но какой глубокий в ней смысл. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Мытарь молился так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие человецы. Грабители, прелюбодеи, грешники. И вот хорошо, что я не такой, как этот мытарь. И он показывает на человека, который стоял сзади него. А мытарь же тоже молился. И тоже начинал практически точно так, как фарисей. Боже, будь милостив ко мне грешному. Давайте обратим внимание на эти две молитвы двух людей. Тот и другой начинает с обращения к Богу. Боже, не молиться вообще людям нельзя. Люди, которые Богу не молятся, это люди, отвергшие себя от божества и правильного устроения жизни. Но вот дальше начинается очень важное. Дальше фарисей начинает хвалиться своими добрыми делами. Казалось бы, и помогать другим, и участвовать в добродетельной жизни не каждый из нас обязан. А вот то, что он уделяет даже от тмина и мяты десятину, и постится два раза в неделю, он вменяет это себе в награду. Больше того, он стоит не молиться со смирением, он перечисляет свои добрые дела. Нужно сказать еще в книге Левит сказано о том, что каждый из последователей истинного Бога должен молиться один раз в год. У пророка Захарии мы находим, что молитва и пост должна быть для правоверных усугублено до четырех раз в год. Особое время пощения. А вот фарисей постился больше, чем положено. И потому он говорил, я, Господи, пощусь не то, что четыре раза в год, я два раза в неделю пощусь. Это для иудеев был первый день, то есть понедельник и пятница. И вот он, похваляя себя, что я пощусь больше положено, я уж точно знаю, что нужно по закону, и я даже делаю больше, Господи. Будь милостив ко мне грешному. И мы видим совершенно другую молитву, которая не в перечислении своих добродетелей, да и какие добродетели у мытаря. Да, чем он мог похвалиться? Презрением всего народа, который он отбирал, приходил к вдовам, к сиротам, забирал то, что положено было для римских оккупантов. Но, наверное, у него были и другие случаи в его жизни, когда совесть в нем просыпалась. И когда отбирали его подчиненные, можно сказать, последнее имение у вдовы, может быть, он когда-то и сказал, оставьте ее, оставьте. Не нужно забирать последнее. И он понимал, что все, что он делает, он делает вроде бы по закону, все как положено, но не по совести. Душа-то у него болела, и у него потому и получилась совсем другая молитва, которую мы называем молитвой мытаря. В эти приготовительные три недели перед Великим Постом. Церковь полагает эту притчу именно для того, чтобы мы поняли, что входить в период Великого Поста с молитвой нужно исключительно со смирением. И смирение – это не просто одна из добродетелей православного христианина. Это основа и, если хотите, фундамент духовной жизни человека, который начинает идти за Христом. Без смирения нет и спасения. Сам Христос говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот как важно нам начинать с вами каждую молитву с молитвы мытаря. Всякую просьбу к Богу мы должны обращать не с перечисления. Господи, я же в церковь уже хожу, я же уже и пащусь, я же уже и в воскресенье просыпаюсь, я уже уже и добрые дела творю, Господи. Да не это нужно Господу. Господу нужно наше сердце. Поэтому подвижники благочестия, преподобный Исаак говорил, что подвижники получают награду не за труды и не за добродетели, а за проистекающие от них смирение. Вы слышите? Оказывается, награда от Господа не за наши добрые дела и даже не за те намерения, с которыми мы приходим в храм, а за проистекающие от наших добрых дел смирение. Потому что если добрые дела мы делаем без этой добродетели, то наши добродетели могут перейти на сторону наших врагов. Как некогда добродетелями возгордился Люцифер из возлюбленных ангелов Божьих на небесах, стал самим сатаною. Потому что возгордился и та гордость, которая живет во многих из нас и есть, то первое поле боя, на которое зовет нас Мать-Церковь для сражения. Я не случайно сказал о поле боя. Святые отцы эти приготовительные три недели называли периодом подготовкой к войне. Почему? Потому что как перед войной воины готовят и чистят оружие, так и христиане должны вооружиться смирением, покаянием и искренней сердечной молитвой. Давайте же и мы, дорогие, сегодня постараемся увидеть в себе фарисея. Ведь он живет в каждом из нас. Когда мы фарисействуем? Когда мы хотим, чтобы увидели нас, а другого не заметили. Когда мы хотим, чтобы нас похвалили, а других нет. Больше того, когда мы обижаемся, что других хвалят, замечают, а меня нет, я фарисействую. В чем еще этот фарисейский дух живет в человеке? В том, что мы иногда хотим сделать другого человека подобным себе. Вы наверняка замечали, что мы пытаемся исправить людей и сделать себе подобными. Как мы заблуждаемся в том, что пытаемся под себя или на свою ступеньку поставить рядом с собой живущих, работающих или просто находящихся людей. И почему это является заблуждением фарисейским? Потому что мы хотим всех уподобить себе, а Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И мы другого человека хотим сделать такими, как мы, а мы-то с вами не святые, а грешники. А еще, когда кто-то с нами не согласен, мы ошибаемся, мы даже обижаемся, мы гневаемся на того человека, который не похож на нас. Давайте же не фарисействовать, особенно в эти недели. Подумаем о том периоде подготовки к Великому Посту, который призывает нас прежде всего вспомнить молитву Матаря. И вспомнить те удивительные слова, которыми Господь сам предлагает нам подготовиться к этому спасительному времени Четыридесятницы. «Кто возвысит себя, тот будет унижен». Не сомневайтесь, не сомневайтесь, как только человек где-то себя поставил выше других, в другом месте. Через неделю, через месяц, через полгода, через год, через пять лет. Так тебе Господь смирит, что ты вспомнишь, поднимая голову и произнесешь эту молитву. «Боже, будь милостив ко мне грешным». А потому Господь говорит, лучше не возносись, не гордись, потому что знай, это живой закон, сегодня, реально живущий и работающий. Кто возносит себя самого, тот унижен будет. Потому и говорят святые отцы, пусть язык твой никогда не хвалит себя, пусть хвалят тебя другие, а сам никогда не хвались. Будь милостив ко мне грешному. Вот то, что пусть каждый из нас как можно чаще повторяет и перед молитвой, и перед любым началом делом, да и в течение любого доброго дела, как и делали это подвижники благочестия, еще и добавляли Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, будь милостив мне грешному. Вот молитва Иисусова, которую вооружившись, мы с вами приобретем настоящее смирение и сможем побороть в себе живущего фарисея, к чему и приступим, дорогие братья и сестры, в эти три приготовительные недели перед святым Великим Постом. Аминь.